Ребята, всем привет! Сегодня я решила проверить рецепты Стаси Мар. И для этого я специально купила данную книжку. Эта книга вышла мне в 250 рублей. И там всего лишь 9 рецептов. Как по мне, это слишком мало. Окей, будем проверять, что есть. Для первого раза я выбрала более-менее правдивый рецепт под названием «Воздушный мусс». Название классно, надеюсь, что и слайм будет такой же. А перед началом нашей проверки обязательно подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. А теперь начинаем! Ингредиенты, которые нам понадобятся. Клей ПВА, пена для бритья, пищевой краситель и сахарная пудра. Первым делом нам нужно налить в емкость клей и затем добавить пену для бритья. Посмотрите, какой у меня густой клей. Я думаю, столько достаточно. Хорошо встряхиваем пенку для бритья и добавляем. Далее окрашиваем массу пищевым красителем. Я тоже возьму синий цвет. Сейчас перемешиваем все до однородной массы. Вы только посмотрите, как это все красиво выглядит. Добавляем сахарную пудру и аккуратно перемешиваем в течение двух минут. Если масло не загустело, добавляем еще сахарную пудру и снова перемешиваем. Я буду добавлять по одной столовой ложке. Итак, я замешала сюда 4 столовые ложки сахарной пудры. Но чудо не произошло. И через сутки, как написала Стасия, тоже ничего не произойдет. Поэтому, мне кажется, этому рецепту просто не хватает загустителя. Давайте его попробуем добавить. Я всегда в качестве загустителя использую тетраборат натрия, разведенный с водой. В принципе, слайм получился классный, но он не по рецепту Стасии. Я его сама доработала, добавив загуститель. Неужели было сложно его туда добавить? Слайм хорошо тянется, кликает, хрустит и все остальное. Да, Стасия говорила, закрываем лизун в контейнере на сутки и якобы спустя сутки лизун будет готов. Но давайте будем реалистами. Никакой магии с ним не произойдет. А сейчас я хочу украсть этот слайм вот такими классными яркими пенопластовыми шариками. А еще этот слайм слегка липнет к рукам из-за сахарной пудры и оставляет неприятный такой липкий слой. Вообще мне нравится этот слайм, но сахарная пудра здесь была лишняя. И можно было сделать просто плафи-слайм, используя клей, пену и загуститель. Больше сюда ничего лишнего не нужно было. Подобные рецепты не будут работать, если в них нет загустителя. Бесполезно ждать сутки, двое, трое, четверо, неделю, месяц. Это бесполезно, магии не произойдет. Вообще, раз уж я купила эту книжку, то мне хотелось бы видеть готовый полноценный рабочий рецепт. А не дорабатывать его самой, добавляя загуститель и тратя деньги на ингредиенты. Так как здесь осталось еще 8 рецептов, я надеюсь, что у нас будет продолжение этой проверки. И давайте наберем под этим видео 150 пальчиков вверх, тогда я пойму, что вам нравятся такие видео и буду снимать продолжение. Также не забывайте, что у меня все еще на канале проходит конкурс на один слаймик, поэтому если вы еще не успели принять участие, то переходите по ссылочке в описании, там есть условия конкурса. И в следующих видео, в одном из следующих, будет результаты, поэтому не пропустите. А я надеюсь, что вам понравилось это видео и вы оцените его пальчиком вверх, подпишитесь на мой канал, на мой инстаграм. Я вас всех очень сильно люблю, вы у меня самые классные и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok